Ну что ж, друзья, с вами Андрей Есипенко. Победил Даня Дубова тоже в достаточно напряженном поединке. Ненадолго, Андрей, мы тебя попросим немножко рассказать о возможности, а вообще о ходе матча, как все складывалось для тебя, как ты считаешь? Очень тяжело складывалось на самом деле. То есть вот в классической партии вроде бы все было в порядке. То есть, ну как в порядке, сначала я белыми не выиграл абсолютно выигранную позицию, немножко расстроился, но потом уже через минут 10 я уже в порядке был, знал, что завтра черными играть, надо, конечно, не проиграть. Вот. Ну и как-то плотно вышел. Вот. И на быстрые, получается, я начинал черными. Я успел с тренером подготовить новый вариант. То есть смысл варианта был в том, что я где-то избегаю каталона. Вот. И получается, но все равно там вот даже в первой партии было не очень комфортно играть. Потому что такой тип позиций очень специфичный. Вот. И в общем, мне там повезло немного в один момент, когда c5, c5 он пошел. И, значит, там тактика была. Да, да. Да, да. Вот у меня срослось h5. И что вот я, что у меня вроде хорошая позиция, я не рискую. Вроде бы он там не мог усилить игру. Вот. Ну вот белыми была небольшая проблема, потому что он избирал в итальянке исключительно вариант со слон е7. И как бы не так просто там перевес найти. И я просто решил играть одно и то же постоянно. Вот. Особо не заморачиваться. И вот как-то мне в, ну, уже в десяти минутках немного повезло. Вот я съел пешку и потом как-то, я думал, что я как-то эту пешку потеряю, но я эту пешку не потерял. И лишняя пешка оказалась. Да, мы тоже не могли понять, что с этой пешкой, почему она вообще лишняя и что такое. Да, да. Мы только тогда через полминуты поняли, что лишняя пешка убила, когда там позиция была после ладей е8. Только посчитали материал, оказывается, у тебя было просто лишнее, да. Ну, я как бы особо там не питал надежды, что я эту пешку сохраню, но у меня ее не съели, поэтому... Поэтому просто... Поэтому пришлось, да, оставить пешку лишнюю. Выиграть партию пришлось, да? Ну, вот как-то у меня хорошо получилось, что я конем на d6, я даже не понял, как. Получается, все же требуют, а е5, е5 мне, да. Вот, я вспомнил, слон c5, по-моему, не точно. Да, на слон c5 мы думали, что ты е5 пойдешь сразу. А можно было е5? Потому что ты можешь коня прогнать и пользуясь этой идеей шаха на е6, получить переезд. Я почему-то решил включить b4, b4, вот, и уже после ферзи g3 это сделать. И вроде как... Да, там еще момент был, когда я поставил коня на d6, л-е6, слон f5, он пошел л-де е7. И здесь я изначально думал, по-моему, е6 пойти. Был ход е6, fe, слон g6. Ну, это как раз я вариант какой-то показывал, да. Ну, там какая-то муть, да, непонятно. Я решил съем качество, и мне казалось, что с качеством не так ясно. И, наверное, так и есть. Но вот слон g4 я пошел, после слона g4 у меня где-то везде идея была h4, h5 продвинуть и пешку на h6. Трудности королю создать. Вот. И как-то он... Да, вот ему надо было, мне кажется, держать ферзя на f6 и слона на c5. Вот такая стойка. А он как-то пошел в ферзь е4, и я как-то успел сделать все, что у меня. Он пошел за пешкой, которую как бы на c4 пешка никого не интересует, мне кажется. Вот. А он ее решил съесть, и как-то после этого мне удалось уезжать. Уже как-то выиграть, да? Да. То есть к пешке f2 надо было цепляться, стараться держать под контролем этот пункт важный. Ну да, да, да. Где-то вот ферзя на f6, короля на g7, слона на c5, и как-то коня вести может быть на женщине. 36-й ход, да, на всякий случай аквариум. Да, слон d4. Да, вот мне кажется, ферзь f6 было не очень приятно. Ну не то, что не очень приятно, а понятно, что у меня лучше, но... То есть h4 я, наверное, пойду. Ну черные имеют шансы укрепиться потом. Может быть слон d4, даже перекрыть линию c5, поставить, попытаться как-то вот... А я вот правда сейчас думаю, на ферзь f6, слон d7 у меня есть ход. Хотя там, наверное, просто слон c5. Может быть, ладья b7, конь d3 какой-то есть ход уже. Ну, либо у всех, я говорил, может быть, какие-то идеи, связанные с ходом слона d4 и c5. Только как-то вот так вот успеть... Да, 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 тоже есть. Просто, да, это было самое неприятное, что могло быть. Но после ферзи 4 я уже подумал, что... У тебя отличный ход ферзь b8, во-первых, оказался. Да, ферзь b8 шикарный ход. Я, причем, я пришел в ферзь b8 и тоже думаю, что... 39-й ход ферзь b8. В общем, я смотрю и сразу понял, что ход хороший. Отнял пуль f4 у ферзя, который как раз координацию бы создавал у черного. Да, но я изначально думал в ферзь c7 пойти, но ферзь b8, я еще увидел, что какие-то ладьо d8 везде идеи есть. Плюс еще где-то ферзь b2, если что, то есть многофорно. Да, 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 ферзь b2, кстати, да, тоже. Да. Ну, отличный получился матч в итоге, да, победа была одержана в таком прекрасном стиле. Хоть и нервный матч, все ясно, но предстоит еще один матч, который будет, наверное, не менее интересным. Весь мир ждет, да, весь мир ждет матча. Весь мир ждет этого матча, то есть все-таки Магнус Карлсон следующий твой соперник. Как его оцениваешь? Как оценишь свои шансы ввиду еще последней партии, которая была сыграна между вами? Шансы сложно оценивать. Все-таки тогда мы играли, там все-таки одна партия была, а здесь матч это вообще другая специфика. Вот, но я в целом себя верю, вот, но вот изначально у меня задача стояла, можно сказать, ну, от круга круга уйти. То есть я вот первый круг у меня уже сложный соперник был, Ангуен из Чехии, то есть я знал, что он очень опасен. И как бы, вроде бы я фаворит, но еще надо это доказать. То есть я понял, что сложный матч, я только на тайбрейке выиграл. Вот с Абасовым, например, у меня минусовой счет. То есть тоже у меня матч не самый приятный был, но как-то мне в классику удалось завершить. А вот с Даней Дубовым я просто, по-моему, все партии проиграл, которые мы играли до этого. То есть, ну, вот, ну, как максимально неприятный соперник для меня, казалось бы. Вот. И удалось сейчас выиграть. И вот с Магнистом я просто хочу с ним сыграть еще раз и даже не думаю о результате в целом. Просто приятно еще раз сыграть с таким сильным шахматистом. Да, вот как раз нас интересуются зрители. То есть тоже очень много болельщиков, которые тебе желают тоже успеха в дальнейших партиях. Они интересуются, как тебе переход от классики к быстрым. Легко отдался или нет? То есть как вообще вот состояние твое было сегодня? Легко играть или некоторые какие-то были? Ну, особенно перед тайбрейком, конечно, такое нервозное состояние. Потому что, ну, все-таки на Магнуса хочется выйти и такой матч. То есть мотивация была такая? Мотивация была сумасшедшая, да, именно выйти на Магнуса. Вот. А когда я уже сел за доску, я как-то, ну, уже не так нервничал, уже все хорошо было. В целом. А есть у тебя какая-то стратегия вот в этом матче? Я понимаю, ты сказал играть от партии к партии и рад уже саму факту, я так понимаю, этого матча. Но вот Радек Вайташик говорил о том, что с чемпаном мира надо играть агрессивно. Я думаю, что ты видел эти две партии классические, которые были сыграны. Как ты думаешь, это хорошая стратегия играть агрессивно против чемпаном мира? Нет, если честно, у меня нет стратегии, я просто подготовлюсь к партии. Там как получится, какая позиция получится, так мне надо будет играть. По позиции. Поэтому, да. Еще вот я на самом деле перед турниром был, можно сказать, не уверен в своей форме. Потому что я собирался подготовиться к турниру, то есть за месяц, все. Но вот так получилось, что еще и переболел, и там много всего случилось. Мне как-то вот не удалось, как казалось, в оптимальной форме подойти. Хотя вот сейчас я вроде бы чувствую себя насколько комфортно, и все вроде хорошо. Ну ты молодец, конечно. После всех этих событий действительно пройти так далеко и обыграть самого Ту Жиданю Дубова. Это, конечно, совершенно феноменальный результат. Зубруга тоже настоящего завалил. Да, да. Но тем не менее, да. Поэтому хотелось бы еще узнать, будет ли организован бесплатный автобус для болельщиков из Ростова на матч с Карлосом. Курс ли это? Не говорят об этом? Ничего? Ничего. Тишина. Ну пора бы. Мне кажется, пора уже властям задуматься об этом. Да, конечно. Осталось не так много времени, да. Поэтому... Надо готовиться. Я уже начинаю готовиться. Отлично. Все мысли уже там, да. Наверное, отпускаем, конечно же. Отпускаем. Видно, что стали игроки очень серьезно. Поэтому восстановление тебе и успеха, безусловно. Будем следить. Будем следить, будем болеть. Держать кулаки, да. За тебя. Давай. Успех, Андрей. Счастливо. Счастливо.